Прежде чем начнем, давайте познакомимся. Меня зовут Олег Березанский. В жизни покер известен как Олег Ривернас. В игре я с 2010 года. Первые четыре года я занимался покером. Я был игроком, игроком-санучкой, который, как и вы, проходил самостоятельный путь, где-то в школах, где-то индивидуально. Занялся покером, потому что я родился с таким синдромом Гальденхара, называется. Это когда искажение лица и есть там кое-какие моменты, которые меня недоразвили с детства. Из-за этого я остался социофобом. Мне уперло сидеть дома, ни с кем не общаться, играть в игры. И когда я узнал, что можно покером зарабатывать, для меня это было вау, я могу сидеть дома, ничего не делать, зарабатывать игрой. И так я погрузился в эту сферу на четыре года. Лимиты, до которых я дошел, это 0.50, зум и 0.25 в свое время. Еще спустя время немножко проиграл азиатский рубль. Буквально пару месяцев. Поэтому с игрой я более чем знаком. Мне знакомо, что такое отсутствие мотивации, когда бывает больно после сессии, когда переезды, всякая такая штука. Я как игрок это все прошел. В один момент я решил, что все-таки сидеть дома это прикольно, но хотелось бы и с девочками знакомиться, и друзей каких-то завести. Я начал погружаться в разного рода психологию. Четыре года занимался украинской федерацией йоги, у нас был большой практический уклон. И пару лет я занимался психологией. До хера тренингов прошел, куча-куча опытов через себя пропустил. Но и больше результат мне дал ЛТП РАК Тикмастер. Я там окончательно достал свои вот эти комплексы, всякие страхи перед другими людьми, перед знакомствами. И когда я себя поработал, у меня как-то схлопнулось. Я понимаю, о, я могу совместить свой опыт в преподавании покерном, психологический опыт и решать какие-то запросы. В общем, сегодня буду с вами делиться опытом, как обучаться эффективнее, и как находить свои какие-то глюки. И, собственно, что с этим делать. Вспомните, пожалуйста, момент, когда вы когда-то решили заниматься покером. Кто-то играл в домашний покер с друзьями, кто-то увидел по телевизору. Мы как-то начали заниматься покером. Когда вы пришли в покер, какие задачи вы себе ставили на игру. Заработать денег, быть более свободным, стать инвестором, накопить капитал, либо обыгрывать компонент. У каждого из нас какая-то была осознанная или неосознанная цель. И бессознательно каждому из нас хотелось дорастить до каких-то высоких винитов. Если кэш, там, на 200-400, на 1К, если это турниры, а вы, там, 100-150, нам бы хотелось куда-то дорасти, показать красивый график, заработать денег, путешествовать, там, и заниматься разными делами. Можно ли сказать, что все делали одно и то же или же каждый выбирал какой-то свой индивидуальный покер? Кто-то решил сам обучаться игре, кто-то сразу начал искать тренеров, помощников, друзей, кто прокачает, кто-то пошел в школу. То есть у каждого был какой-то свой индивидуальный покер. И сейчас мы разберем небольшую такую метафорологию, если сравнивать покер и путешествие какое-то, да? Давайте представим, что покер игрока на высокие лимиты. Это, допустим, я живу в Питере в России, хочу добраться до Португалии, до Лиссаборга. Мой путь занимает 4300 километров. Я могу выбрать разную стратегию. Я могу взять ноутбук, запаковаться и пойти пешком. И мой путь займет, там, более 130 дней. Если сравнивать с покером, что такое идти пешком? Он играет, он не обучается, он не смотрит даже видео, ни статьи, не читает, не спрашивает. Он просто катает, смотрит на оппонентов, делает какие-то выводы. И этот путь достаточно долгий, потому что мало того, он может где-то заблудиться, пойти не туда. А дешевый ли это путь? Он экономит на машине, на самолете, на автобусе, на бензине. Можно ли сказать, что путь пешком самый дешевый? В итоге нет. 130 дней ему надо что-то кушать, как-то себя обеспечивать. Он будет проигрывать банкрол за банкролом, за банкролом, за банкролом, набивать шишки. Но в честь людей, я думаю, среди вас есть такие знакомые, которые выбирают такой путь. Я сам все могу, я сам разберусь, да? Это стратегия номер 1. Идем дальше. Стратегия вторая. Он садится на велик, по сути, все то же самое, если сравнить, это немножко быстрее. Будет по времени, ну, даже немножко садится быстрее. Если сравнить с почером, он хотя бы видео статьи читает. Он все еще не готов платить бабло за свое обучение, да? Но он читает статьи, просматривает видео, находит сплать на какие-то разные штуки, да? И двигается. Вопрос, где больше шансов дорасти до высоких лимитов? Велик, да, ну, более эффективно. Уже есть какие-то опытные люди, у которых я могу спросить, а как мне научиться? Как у тебя такие ведрейты получаются? И мне можно что-то подсказать. Следующая стратегия. Если пешком мы шли 130 дней, то на автобусе сколько будет займет на автобусе? Мне 10, да? И мы уже видим большую разницу. 130 дней пешком, 10 дней на автобусе. Я же правильно понимаю, за автобус надо заплатить, да? Взять билеты, там, вот, всякие визы, всякие, ну, доп. расходы. Но при этом расходы не такие страшные, как мы идем пешком. Что такое автобус? У вас есть окружение, партнеры, учителя, психологи, да? Вас регулярно тренируют. Сами выбирают материал, который вам подходит. Если в автобусе вы не выбираете маршрут, вы знаете, что я хочу на высокие лимиты. Маршрут составляет за вас, вам дают готовый материал, вы его прорабатываете. Вы смотрите на больших дядь, которые прошли этот путь и думаете, блин, классно у него получилось. Он делится опытом. И, в принципе, рано или поздно я могу доехать до своей точки, да? Автобус, он более эффективный в этом плане получается. И мы со временем с великом на автобусы пересаживаемся, попадаем в какие-то большие тусовочки. И там двигаемся уже более эффективными шагами. И идем дальше. Быстрее автобуса у нас автомобиль, да? Что такое автомобиль? Это значит, что я сам уже прокладываю путь, у меня есть GPS-навигатор. Да, мне дороже, надо потихть за бензин, там как бы все расходы ложатся именно на меня. Если здесь расходы распределяются на весь автобус, то на машине я сам плачу за бензин, за маршрут, за взятие амортизации, страховочки и проще, но Сколько путь на машине займет до Португалии? При условии, что у меня правильно настроен GPS-навигатор и у меня есть все визы. Тут еще очень важно, чтобы совпали как бы еще данные. При желании за пять дней можно доехать, да? Этот путь уже, ну, в два раза быть может быстрее, чем на автобусе. В чем отличается машина от автобуса? Да, машину управляешь ты. Ты сам нанимаешь себе тренера, ты сам нанимаешь себе психолога, там, гейтолога, еще там чего-то, майнд-коучи и так далее. То есть ты сам составляешь, ты платишь больше денег, но ты едешь в своем комфортном темпе, где хочешь останавливаешься, то есть ты не подстраиваешься в общую полку. Этот путь, как бы, он такой чуть более быстрый и чуть более комфортный, но, соответственно, более дороже. Какой еще маршрут я не указал? Смотрите, пешком, велик, автобус, машина. Есть еще какой-то более быстрый путь, который я не указал, самолет. А вот теперь внимательно, давайте пофантазируем. Что значит для игрока самолет? Что это может быть? Я сейчас, может, кому-то расширю восприятие. Этот человек, у которого есть 100-200 тысяч долларов, ну, он уже, как бы, готовый инвестировать эту сумму в покер, чтобы стать хорошим автобусом. Он нанимает себе команду тренеров, психологов, диетолога, повара, тренера по спорту, и катает уже, начиная с собой, 30-50, и 12 часов в сутки чисто занимается покером. Все сложные раздачи он разбирается с экспертами, все сложные затыки в голове в психологии он решает с психологом. У него самая лучшая еда для мозга, для тела, он классно соображает, у него есть там коучи по жизни. Короче, команда людей занимается этим человеком, его задача 8-12 часов в сутки, день за днем, 6 дней в неделю работать, работать, работать. И действительно, он в 4 раза быстрее, чем на машине приедет. То есть, грубо говоря, если там дорожки человеку на машине, в автобусе до хай лимитов, ну, допустим, займет там 2-3 года, да, то такой человек с суперкомандой может за год, интенсивно двигаясь, достичь до более высоких лимитов. Но у него другая выгода, у него есть капитал, как бы, да, до средств осталось, либо он предприниматель, либо еще какие-то качества, которые позволили ему создать баланс по 200 тысяч баксов, да, и он двигается быстрее. Опять же, да, это еще одна стратегия, о которой не все задумываются. Есть какое-то мышление, сформированное с детства, да, привычки, мышление и все остальное, когда он знает, что можно только пешком. Он не видит вас. То есть, есть люди, которые чисто физически не допускают даже вероятности, что я могу заплатить кому-то 100 баксов и сэкономить 100 часов жизни, вместо того, чтобы искать самостоятельно. А что влияет на привычки, на мышление, если еще глубже, еще глобальнее посмотреть, что влияет на то, какие привычки, какой характер у меня формируется. Если я знаю, что нужно работать самостоятельно, похайпить, потеть, у меня только такой опыт в окружении, я выберу первый пункт. Если у меня в окружении иногда попадаются успешные люди, которые говорят, чувак, заплати денег, пускай тебе человек решит твой вопрос, а, все, а, и так, а, о, оказывается, так можно было, я выбираю вот этот пункт. И мы его будто расширяем в свой опыт. Вообще задача психолога часто расшатать опыт клиента, показать, что есть вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Как это все работает. Вы сейчас узнали, что есть разные стратегии. Пешком, на велике, автобус, машина, самолет. И эти стратегии мы как-то формируем в нашей привычке. То есть что-то глобальное на нас влияет, что мы выбираем разные стратегии.